Алина и Аня пришли на елку главы городского округа Щелково в Монино. Они и еще 300 детей стали первыми, кто увидел обновленный зал Дома офицеров после проведенных ремонтных работ. Благодаря принципиальному решению главы городского округа Щелково, Пугакова Андрея Алексеевича, были вложены на этот год деньги, и мы смогли сделать фасад, смогли сделать кровлю. А главное это тактовый зал, в котором мы все сейчас с вами находимся. Концертный зал культурно-досугового центра изменился до неузнаваемости. Заменено напольное покрытие, стены обшиты акустическими панелями, установлены удобные мягкие кресла и современное оборудование. Здесь всех пришедших на праздник ждал яркий новогодний спектакль. А у елки юные монницы встретились с главным волшебником. Дедушка Мороз со Снегурочкой поздравили ребят с наступающим Новым годом. Артисты в сказочных образах развлекали детей интерактивной программой, а в конце каждый ребенок получил сладкий подарок. Ну а для взрослых гостей елки главы, конечно, главным подарком стал долгожданный ремонт культурной точки притяжения в их поселке. Второй день рождения, конечно, все очень ярко, красиво, замечательно. И спектакль был очень красивый, замечательный, праздник тоже удался. Спасибо огромное. Это очень красиво и великолепно. Спасибо всем, кто это организовал. Ждали и дождались. Нам очень понравилось, и катать, ну, все интерактивно было. Катали снежный ком для снеговика. Очень здорово. И красивый ремонт сделали. Удобные кресла. Спасибо большое. Все понравилось. Зал очень удобный. Очень хороший зал. Теперь можно наконец-то приходить здесь поиграться, пофотографироваться. Нам очень игрушки понравились, елочные. Елки шикарные вообще. Хотелось бы выразить огромные слова благодарности главе за такой большой праздник, за подарки, за представление. Нам все очень нравится. Спасибо. Теперь праздники в Монино будут проходить еще более ярко и интересно. Модернизация здания в следующем году продолжится. В ближайших планах оборудование вместительной гардеробной системы и закупка современного оборудования для кружков. А в перспективе капитальный ремонт всех учебных помещений.